здравствуйте уважаемые подписчики и зрители канала все кто мечтает о своем доме у моря имеет выбор купить готовый дом или построить и в каждом выборе свои плюсы и минусы строительство домов имеет специфику определенную технологии так например на юге к домам предъявляются повышенные требования к сейсмостойкости и применение стройматериалов более низкого качества может привести к проблемам будущем но сегодня наш ролик не об этом на юге очень много строительных компаний и далеко не все стремятся к полному соблюдению технологического цикла к использованию качественных стройматериалов что приводит с одной стороны снижению цены на дом это облегчает продажу но с другой стороны заказчик получает зачастую очень низкопробное жилье со скрытыми проблемами которые ему придется устранять будущем за свой счет даже если вы имеете представление о качестве материалов есть ли возможность лично проконтролировать их закуп и использование на стройплощадке бывают ситуации когда заказчик передает строителям задаток и сразу же исчезает это очень старые приемы рассчитанные на доверчивых людей которых до сих пор встречаются регулярно поэтому недобросовестные застройщики продолжает этим пользоваться самая простая схема это создание фирм однодневок оформленных или на подставное лицо или вообще не имеющих подлинных учредительных документов их особенность заключается в полном отсутствии всякой деятельности единственная задача всеми правдами и неправдами взять с клиента предоплату кто более всего подвержен мошенничеству в первую очередь люди желающие сэкономить именно на таких и рассчитывают недобросовестные строители печальная статистика примерно 10 процентов желающих сэкономить людей оказывались попросту обманутыми обычными мошенниками воистину скупой платит дважды а потому очень полезно проанализировать застройщиков итак несколько явных признаков честного строителя первое это надежнее тот застройщик у которого цены в прайсе средние и выше средних по рынку второе длительность периода существования организации редкий мошенник долго придет продержится на рынке строительства то есть если фирме более трех лет то явно не аферисты а срок существования фирмы можно элементарно проверить в интернете и третий момент наличие уже построенных объектов как строят мошенники при строительстве используются самые дешевые материалы например низкосортная доска естественной влажности некачественный утеплитель или вообще его отсутствие отделка фасадов материалами самого низкого сорта организация отопления без автоматических систем регулирования и безопасности организация электропроводки с нарушениями если лично вы не сильны в этой теме то пригласите независимого специалиста в этой сфере пусть он даст вам свое заключение по работам дешевые межкомнатные и входные двери самые дешевые пластиковые окна крайне низкокачественная внутренняя отделка этот список может быть длиннее один из самых излюбленных способов мошенников это объявление себя банкротом после этого владелец фирмы как правило остается абсолютно чистым доказать суде мошеннические действия довольно сложно да и долго признаки того что компания вот-вот обанкротится это бесконечная суета задержки в сроках строительства объясняемые нехваткой кадров задержки с закупом и доставкой материалов погодными условиями и прочими подходящими причинами при этом часто застройщик не отвечает на телефонные звонки избегает встреч и прямых вопросов и ответы как правило уклончивые что же делать проверьте участок на публичной кадастровой карте проверьте регистрацию офиса компании в яндекс справочники и google картах попросите строителей показать по крайней мере два три из данных в эксплуатацию объекта если они сделают это без проблем а владельцы показанных объектов подтвердят сотрудничество с данной организацией то это гарантирует благополучный исход дела для вас не подписывайте никаких документов на самом строительном объекте кафе в парке и прочих общественных местах а только в офисе компании будьте предельно активны как можно чаще общайтесь с работниками руководителями прорабами простыми рабочими участвуйте в процессе посещайте объект строительства требуйте видео отчеты если вы находитесь далеко и всегда задавайте вопросы истинные профессионалы не боятся отвечать на неудобные вопросы дому же в нормальных компаниях такие моменты взаимодействия с клиентом неотъемлемая часть рабочего процесса и реакция на них адекватная заключайте договор с компаниями которые работают долго и дорожат своей репутацией